Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Параквариумистика. И в этом видео мы продолжим тему, которую начал Аквамен, и потом говорил о ней канал Скалярики, и передали эстафету мне. Эта тема называется «Идеальный фильтр». Что под собой подразумевает идеальная фильтрация? На самом деле это ведь сложный вопрос, потому что на данный момент у нас уже есть очень много разных фильтров. Но если говорить о самых популярных, то это, наверное, первый внутренний фильтр, второй это внешний фильтр, еще есть донный фильтр, еще есть аэрлифтный фильтр, еще есть протока, сампы есть. Вот шесть, наверное, самых таких популярных, и все равно мы в поисках идеального фильтра. Ну, а чем не идеален фильтр, например, от компании Акваэль, маленький такой? Почему не идеальный? Потому что у него только механическая очистка, потому что у него губка. Но я думаю, что для некоторых случаев, например, если в аквариуме, небольшом аквариуме, есть только две ампулярии, наверное, для такого аквариума, где будут только две улитки, этот фильтр будет также идеальным. Но мы будем говорить, наверное, о все-таки таких смешных аквариумах, где уже пестрит разноцветная рыба, и ее, наверное, много там должно быть. Если говорить о таких, скажем так, среднестатистических аквариумах, то, конечно же, мы будем выбирать не такой уже фильтр. И если объем будет, скажем, примерно 100 литров или 200 литров, то, конечно же, такой фильтр уже идеальным не будет. А вот, например, для небольшого аквариума, где будут находиться мальки, ну, например, там, малинезии, грубо говоря, то, в принципе, и простого аэрлифтного фильтра также будет достаточно, и такой аэрлифтный фильтр. Это, наверное, будет тоже идеальный вариант, потому что у него будет поток не такой сильный, ну, и его, в принципе, должно хватать. Знаете, совсем недавно под одним из своих видео я обнаружил комментарий от подписчика, прям вот на днях буквально, который пишет о протоке. О том, что протока, ну, на его взгляд, это идеальная фильтрация. И в какой-то мере, наверное, да, протока мне очень симпатично, интересно, но, с другой стороны, протока, она имеет свои недостатки, однозначно имеет свои недостатки. И я не думаю, что заморачиваться с протокой нужно для аквариума, для среднестатистического аквариумиста, если он там держит каких-то не очень прихотливых рыб. Нет смысла просто заморачиваться. Особенно, если аквариум стоит, например, в спальной комнате, и, соответственно, все эти трубы нужно будет вести до санузла, там, через коридор, в другую комнату. Ну, это очень тяжело и геморройно. Ну, и помимо этого, ну, да, вода будет постоянно, ну, должна, по крайней мере, быть постоянно чистой. Но не забывайте о том, что вода в кране, она тоже может меняться. И неоднократно люди говорили, кто занимается крупной рыбой. Ну, вот для крупной рыбы, может быть, я бы и заморочился с такой штукой. Ставил бы, наверное, эту протоку, если у меня был бы аквариум именно с гигантскими рыбами. Но мне гигантские рыбы сейчас, на данный момент, не очень интересно, поэтому я этим не занимаюсь. Но если такое все-таки будет у меня желание, да, протоку я поставлю. Но обычно аквариум не будут стоять. Вода в кране тоже может меняться. И бывает такое. И есть канал, не буду говорить, как он называется, чтобы не было ажиотажа. Где парень рассказывает о том, что он ставил протоку для крупной рыбы. И были моменты, когда в аквариум попадала именно горячая вода. Ну, в общем, много разных проблем есть с протокой тоже. Поэтому назвать его идеальным фильтром, идеальной фильтрацией не могу. Из внутренних фильтров мне нравятся фильтры Атман. Именно поэтому я сегодня в этой кофточке Атмановской показали себе неплохо, зарекомендовали себе неплохо. И сейчас, на данный момент, я пользуюсь внешниками от фирмы Атман. И для моего аквариума он сейчас идеальный фильтр. Но все-таки, если же говорить про что-то совершенно новое, про что-то, чего не было еще никогда. И, может быть, вот эти видео от Аквамена, частично от Скаляриков, и вот это видео. Оно, наверное, больше даже будет предназначено для разработчиков фильтрации для аквариума. Для будущего аквариумистики. И если говорить так, то, конечно же, я думаю, что нужно обращать внимание на живую природу, как все происходит в ней. На самом деле у нас очень много разных изобретений, причем не только предназначенных для дел земных, но и для космических, для экспедиции на Марс, например. Очень часто люди смотрят, ученые смотрят, как происходит в живой природе. И здесь, в принципе, тоже можно обратить внимание, и я бы в этом случае обратил бы внимание именно на растения. Потому что у растений своеобразная фильтрация есть. И разные органы, соответственно, у растений тоже есть. Например, взять те же корни, как вот вообще вода попадает в растения. Каждое растение, да и вообще каждый живой организм, это много-много-много-много-много маленьких-маленьких клеток, которые обычному глазу невооруженному, естественно, не видны. Так вот, растение с помощью корней эту воду в себя обсасывает. Она ведь, вода может быть разной, может быть абсолютно любой. Ну, я, конечно, не говорю, если растение бензином, например, поливать, да, ну, такое вот совсем уже неинтересно. Конечно, растение погибнет. Но вода бывает с разным составом. Дождевая вода, поливочная вода, которую поливают, да. И растение, как оно работает? Через корни эту воду в себя берет, создается тонус, вода подымается по растению. Причем она может циркулировать и вверх, и вниз, но тут уже дело не в этом. И каждая клеточка имеет свою мембрану и пропускную способность. То есть у каждой мембраны есть своя пропускная способность. Она через эту мембрану пропускает то, что клетке необходимо на данный момент. И, соответственно, может брать те элементы, которые ей необходимы. И я считаю, что в этом есть большой потенциал, над которым можно и нужно работать. У нас есть что-то наподобие фильтрация, да, которые часто используют для привередливых, тех же самых, креветок, некоторых рыб, в море часто используют. Это системы осмоса. У нас есть системы осмоса. Но, я думаю, все понимают, что система осмоса, она тоже несовершенна, даже если каким-то образом подсоединить к аквариуму, потому что вода будет абсолютно неживой. Ну вот. И в этом тоже есть начало, я думаю, для будущей фильтрации. Я думаю, что фильтр должен быть, конечно же, внешний, если брать новую разработку, он не должен быть внутри, не находиться внутри, не должен занимать пространство аквариума. И, я думаю, так, должна в него попадать вода через трубку. А сама мембрана должна быть такой, чтобы все то, что аквариуму не нужно, ну, например, тот же самый миокомоний, оставался снаружи, все, что нужно, соответственно, оно проходило через нее. Либо рядом должна быть какая-то система, которая будет сразу же обогачать необходимыми какими-то элементами. Возможно, на таком фильтре сразу должны быть настройки. Например, там настройка под креветок, настройка под какой-то конкретный вид рыб. То есть, ну, несколько кнопок, которые самые популярные часто встречаются. Вот это был бы, наверное, на мой взгляд, идеальный аквариум. Аквариум. Вот это, я думаю, был бы идеальный фильтр. Выбрал настройку, какая тебе нужна мембрана, переформатировалась или переключилась, и давай пропускать и обогачать. Ну, и я думаю, еще очень важно, чтобы система нагрева или какой-то нагреватель находился не в аквариуме, а именно в этом фильтре, который будет снаружи стоять. Чтобы вода сразу же была нужной температуры. Ну, и, возможно, для того, чтобы она правильную температуру нагревала, именно от внешнего фильтра, может быть, как раз-таки на трубке всасывающей или выходной трубке, должен быть сразу датчик температуры, который будет давать сигнал на сам фильтр, что надо температуру либо поднять, либо опустить. Ну, и да, если уж говорить о фантазиях и о том, каким должен быть идеальный фильтр, я думаю, что там должна быть сразу не только система нагрева, но и система охлаждения, чтобы вода сразу пропускалась через какую-то там емкость, в которой будет охлаждаться через какой-нибудь мини-холодильник, потому что у нас есть и холодолюбивая рыба, и не только рыба, взять тех же самых амбистом, ну, аксолотери, например. Им, в принципе, вода теплая не нужна, а летом это даже у нас проблема. Поэтому такой фильтр был бы, конечно же, для меня вариантом идеальным. Я думаю, то, что здесь стоит отметить еще, и чтобы стоимость такого фильтра была не заоблачной, не очень высокой, ведь это очень важно. Иначе оно будет, не пойдет в массы и будет оставаться только у людей при деньгах, у опоремистов при деньгах. Поэтому, конечно же, такая система должна стоить, ну, умеренно, скажем так. Конечно же, очень много противоречий идет, особенно, когда на YouTube-каналах, например, показывают какое-то оборудование, хорошее, качественное, интересное оборудование, которое стоит больших денег, очень много появляется негативных отзывов. Ну и, с одной стороны, конечно же, это понятно, почему они появляются, потому что вы думаете, что вот этот блогер, который что-то дорогое показал, вообще охренел, зачем ты такое показываешь, зачем ты такое продвигаешь. Но вы же понимаете то, что у людей должен быть выбор. И все люди, ну, не будем говорить всего мира, я скажу конкретно про нашу страну. Справедливости в нашей стране не так много, и, естественно, разделение людей у нас в России присутствует. Хотим мы этого или не хотим мы этого? У нас все равно есть бедный класс, есть средний класс и есть богатый класс. Кто-то своим талантом добивается больших высот, кто-то с помощью связей, неважно, не буду сейчас об этом говорить. Но не нужно критиковать людей то, что вот вы показали какой-то дорогой фильтр. Ну, он показал, значит, не для вашей категории, а для, там, следующей категории. Но это такая продукция есть, и почему бы о ней хотя бы просто не знать, что она есть. Поэтому, когда вот показывают, я вот такой товар, я вас очень прошу, не критикуйте блогеров. Они просто показывают, какой есть выбор. А это уже дело каждого, что он себе выберет. Но все равно мне, например, очень интересно посмотреть даже на тот товар, который я не смогу себе позволить. Но мне интересно знать, что такое вообще есть. И мне, честно говоря, иногда даже обидно, что человек там выделил энную сумму денег, купил тот или иной фильтр, показал его всем, и получил какие-то неприятные, гнилостные комментарии. Ну, я думаю, это не совсем честно получается по отношению к самому блогеру. Он же никого не принуждает покупать, там, вот этот товар или вот этот товар. Но он просто его демонстрирует, и, я думаю, даже заслуживает за это уважение. Поэтому будьте, пожалуйста, корректными и относитесь друг к другу по-людски, по-человечески. А на этом у меня все. Всего доброго вам и вашим близким. До новых встреч. Я передаю эстафету каналу Green Art Moscow Виталя Жги. Редактор субтитров А.Семкин